сегодня на тесте журнала за рулем киа цирата третьего поколения но это не совсем такой же автомобиль который успел привлекаться на улицах москвы и россия это обновленная киа цирата третьего поколения на родине в корее такую машину презентовали еще в ноябре 2015 года но до нас она доехала только сейчас и мы одними из первыми взяли ее для знакомства естественно общий облик этого автомобиля остался абсолютно узнаваемым но здесь есть ряд характерных черт которые выдают именно обновленный автомобиль это абсолютно другая радиаторная решетка которая стала более угловатой но сохранила традиционную глянцевую фактуру кроме того здесь новая оптика которая идет встык с радиаторной решеткой у нас машина максимальной комплектации поэтому здесь ксенон со светодиодными ходовыми огнями в базовых версиях передняя оптика обычная галогеновая бампер также новый в нем противотуманные фары расположены в тех же местах но их форма чуть-чуть изменилась кроме того под бампером появилась пластмассовая прорезиненная накладка от нее до земли 190 миллиметров и она позволяет в принципе в большинстве ситуации в городе припарковаться к бордюру и не поцарапать бампер также в бампере появились новые аэродинамические жабры раньше их не было и они сквозные до воздух уходит непосредственно колесную арку здесь 17 дюймовые диски нового дизайна они двухцветные можно заказать и одноцветные диски а в базовых комплектациях идут колеса поменьше 15 либо 16 радиуса кстати сбоку опознать обновленный цирата также проще всего по дискам потому что здесь никаких особенных изменений нет повторители указатели поворота в зеркалах остались как и прежде осталось хромированная окантовка на дверях характерная для цирата штамповка понизу дверей а вот сзади есть на что обратить внимание во первых это новые задние фонари в зависимости от версии они могут быть либо светодиодными либо обычными в нашей максимальной комплектации это светодиодный фонарь и независимости светодиодный он или нет в обновленном киа цирата он имеет два четких этажа верхний и нижний также изменился фартук со светодиодами благодаря которому машина визуально стала восприниматься несколько шире и можете увидеть новую накладку на выхлопную трубу она продолговатой формы тогда как на дорестайлинговой машине была просто круглой что касается багажника разумеется он остался прежним по объему не изменилась ни погрузочная высота не проем а мы намерили здесь 408 литров что в принципе по меркам класса показатель не рекордный но очень неплохой спинка заднего сидения разрезана по-прежнему в пропорции 2 к 1 и как и прежде их можно сложить при помощи специальных рычажков посмотрим какие изменения коснулись салона что изменилось внутри компания kia славится тем что даже в моделях относительно бюджетных есть некоторые премиальные опты в опции характерные для премиальных автомобилей здесь например трех уровней подогрев передних кресел и что не менее важно после того как попадаешь с холода салон подогрев руля руль обогревается полностью не только вместо хвата как у многих других автомобилей но и верхний сектор нижний сектор руля отделан черным глянцевым пластиком это в принципе отличительная черта обновленного kia cerato пластик достаточно не марки не оставляет отпечатков но что касается микро царапин мне кажется что они будут появляться если смотреть придираться какие-то минимальные царапинки уже видны разумеется руль регулируется как по вылету так и по высоте на нем множество кнопок на вскидку штук 12 наверное и они управляют бортовым компьютером у нас машина еще раз повторюсь максимальной комплектации здесь панель приборов super vision и большой центральный дисплей борт компьютера диагональю 4,2 дюйма в обычных машинах будет панель попроще дисплей поменьше с диагональю три с половиной дюйма но тем не менее выглядит это все плюс минус также черный глянец используется в отделке рычага шестиступенчатого автомата и в отделке основания центральной консоли появился пластик под карбон понятно что это не карбон на вид и на ощупь это самый что ни на есть пластик но собрано все хорошо зазоры ровные усилия на барашках адекватные можно даже сказать породистые их приходится преодолевать в семнадцатом году в автомобиле этой же комплектации место монохромного дисплея займет цветной тачскрин на нем будет отображаться картинка с камеры заднего вида и тогда же в январе 17 года появится система эроглонас разумеется эти вещи не потребуют доплаты что касается мест под мелочевку их здесь вполне достаточно два подстаканника маленькая ниша куда можно положить ключ большая ниша под телефон к сожалению здесь только один юсб порт тогда как в саплатформенном hyundai elantra их два во многих конкурентах их и того больше также есть разъем линейный выход и два прикуривателя по подлокотнике пластмассовое нутро ни одной розетки нет но в принципе достаточно габаритные вещи туда поместятся бардачок средних размеров лист а4 туда вмещается но нутро также пластмассовая ничем не обшита не катастрофы конечно но некоторые конкуренты приятнее зато перчатки на ящик охлаждается туда можно положить бутылку и охладить его кресло не гениальное но вполне удобно с какой-никакой боковой поддержкой которая ощущается даже достаточно толстом пуховике с точки зрения обзорности тоже все абсолютно нормально задние подголовники достаточно компактные боковые зеркала средних размеров кстати в них появилась появились индикаторы системы мертвых зон давайте переместимся на задний ряд и посмотрим как я устроюсь сам за собой при росте 176 сантиметров ну при моем росте здесь прямо-таки королевский запас 52 сантиметров 15 до спинки переднего кресла обшитым жестким пластиком с одной стороны это минус с другой плюс потому что когда вы посадите сюда детей и своими подошвами они испачкают спинку можете просто тряпкой спокойно оттереть всю грязь в нашей комплектации есть двуступенчатый обогрев заднего дивана он активируется клавишами расположенными на обшивках дверей есть центральный подлокотник с двумя подстаканниками сам диван отформован под двоих пассажиров среднему скорее всего будет неудобно сидеть на достаточно жестком высоком бустере насколько будет комфортно в целом давайте проверим прямо сейчас обновленному kia cerato доступно два двигателя это атмосферный агрегата объем 1,6 литра и 2 литра мощностью 150 сил на нашей тестовой машине стоит именно такой агрегат и сочетается он с шестиступенчатым автоматом по статистике kia больше половины покупателей cerato около 60 процентов выбирают версии именно с автоматом и мы решили последовать их примеру и что касается динамики двухлитровый мотор плюс шестиступенчатый автомат конечно в 9,3 секунды до сотни верится с трудом я думаю на это упражнение машине требуется около десяти с половиной секунд но в целом динамика абсолютно адекватная хватает не только в городе но и во время обгонов на трассе единственная проблема заключается в том что когда стрелка тахометра подбирается красной зоне салон наполняется шумом гораздо сильнее чем ты этого хочешь в принципе шумоизоляция здесь неплохая но именно моторные шумы сильнее всего проникают салон и сильнее всего напрягают впрочем не двигатель не коробка передач не шумоизоляция в машине в результате рестайлинга не изменились а я бы обратил ваше внимание на новый электроуслитель руля его электронный блок стал производитель не значит обратной связи должно было стать больше управлять машиной должно было стать приятнее и кроме того здесь на центральной консоли появилась клавиша drive mode она и позволяет выбирать между тремя ездовыми режимами эко нормал и спорт и в этих режимах меняется усилия на руле и также меняется острота отклика на акселератор но к сожалению даже в режиме спорт киа церата не доставит удовольствия людям которые познали радость езды на машинах с действительно классной обратной связью целом церата автомобиль не правит это скорее семейная машина которая должна быть комфортной и если говорить о подвеске в принципе здесь все хорошо когда ты едешь по ровному асфальту претензий к подвескам нет никаких но подвески не любят точечных неровностей будь то ямы с острыми краями или лежачие полицейские при проезде лежачих полицейских дрожь приходит на руль и особенно на подушку заднего дивана и конечно в сегменте есть машины которые лучше рулится это и обновленная mazda 3 и родная сестра киа церата hyundai elantra и есть машины комфортнее например обновленная toyota corolla но в целом если говорить о балансе опять же между управляемостью плавностью хода киа церата это абсолютно адекватно сбалансированный автомобиль рестайлинг не превратил киа церата в абсолютно другой автомобиль тем не менее машина получилась с яркой внешностью без каких-либо серьезных ездовых недостатков цены на автомобиле стартуют с отметки 950 тысяч а наш тестовые экземпляры в комплектации премиум стоит миллион и 200 тысяч рублей конечно это немало но конкуренты стоят примерно сопоставимых денег поэтому выбрать церата или кого-то из них это вопрос вашего вкуса